Как Беларусь вступает в новый избирательный цикл? Ну, процесс довольно интересный и одновременно сложный. Почему? Потому что фактически у нас идет вслед за социально-экономической трансформацией, модернизацией, изменения в определенной степени и политической сферы. Прежде всего это касается, наверное, политической системы. Длительный период Республика Беларусь, ну особенно после распада Советского Союза, находилась в состоянии становления, ну особенно это касалось 90-х годов, начало 21 века, поэтому у нас была выстроена довольно жесткая, сильная вертикаль власти. Но на определенном этапе, это естественно уже после 2010 года, когда социально-экономическая ситуация начала спокойно выстраиваться и стабилизироваться, настала эпоха определенных политических изменений. Поэтому, естественно, мы вот теперь уже где-то, наверное, с 20-го года вступили в новую полосу развития, наверное, белорусской государственности и в целом политической системы, где идет фактически трансформация и новых политических институтов, и законодательства. Соответственно, нам надо проводить определенные политические кампании для того, чтобы население привлечь к этому процессу, чтобы они осознавали, что делается в стране. Потому что фактически на наших глазах формируется новая вертикаль или, точнее, новая система управления страной, где элементы государственного управления дополняются уже активно, стали элементами общественной политики. Потому что, когда решения принимаются совместно, государством и общественными институтами, тогда соответственно и ответственность делится примерно одинаково. Тогда каждый в ответе за свое решение. На протяжении...